18 октября принадлежащий российскому коневладельцу Мурату Габуеву жеребец Seven Deadly Sins принял участие в заезде на шведском подробе Джагерсера. Это второе выступление Seven Deadly Sins в Швеции. В первом он занял пятое место, но впрочем попал в призы. Тогда на Seven Deadly Sins выступал Сергей Николаевич Матвеев, но на этот раз ехал Николай Матвеев, его сын. Seven Deadly Sins выступает под седьмым номером. Мы видим сейчас у него котировка 22 в динаре, но под самый звонок было на него много ставок. И итоговая котировка получилась 11, то есть упала в два раза. То же самое мы наблюдали и в первом заезде с участием Seven Deadly Sins в Швеции. В желто-красном камзоле выступает Николай Матвеев на седьмом номере. Ну мы видим, сейчас он пытается после старта занять удачную позицию, но в Швеции это совсем не так просто. И в итоге в первом повороте Seven Deadly Sins оказывается на последнем месте. И здесь уже ничего не остается, как переложиться на бровку и встать в спину впереди бегущей лошади. Фаворитом заезда был второй номер Super War Horse. Его коэффициент на победу составлял около двух. То есть такой ярко выраженный фаворит для Швеции. Это очень высокий коэффициент. Обычно лошади играются более ровно. И вот сейчас второй номер Super War Horse лидирует по дистанции. И рядом с ним полем бежит Speedy Face под управлением известного наездника Лёвти Калгини. Ну восьмой номер он игрался, вот мы видим наверху, там коэффициенты 7. Игрался с коэффициентом 7.78. Вот так довольно дружно, кучно лошади бежали практически всю дистанцию. Ну и Seven Deadly Sins держится последним по бровке. Ну конечно из такой позиции выбираться очень тяжело. И вряд ли Николай Матвеев рассчитывает на победу. Ну в общем попасть в призы, а призовых мест в этом заезде было 5. В общем вполне реально. Вот смотрите графика. Шведская графика, очень наглядно всё видно. Какую позицию занимают лошади. Вот внизу в левой части экрана скорость лошадей. Указано сколько метров остаётся до финиша. И соответственно резвость в не очень привычном нам европейском формате. Сейчас на финише по-прежнему пока лидирует Super War Horse. Ну вот его атакует первый номер. Бэтмен Годива. И собственно он и выигрывает. Ну а Seven Deadly Sins заканчивает дистанцию на последнем месте. В общем не смог он как-то улучшить свою позицию до самого финиша. Но тем не менее резвость которую показал Seven Deadly Sins. Одна 14,2 на тысячи метров. Для дистанции 2140. Ну вполне прилично. В общем примерно так он и бегал в России. Резвость победителя одна 13,6. В одинаре он стоил 6,70. Ну ещё можно обратить внимание, что внизу такая заметка нарушения. Вот Матвеев Сергей. И замечание езда на другом ипподроме. Видимо это связано с тем, что в России Сергея Николаевича Матвеева дисквалифицировали за допинг, который нашли у его жеребца Финист. Соответственно эта информация была передана в Швецию. И по международным правилам он не имел права участия в этом заезде. Но Николай Матвеев в это время находился в Швеции. Он сейчас проходит стажировку на одной из шведских конюшен. Ну и вот он заменил отца и проехал чего. Удачно проехал в принципе. Видимо класс жеребца Seven Deadly Sins не столь высокий, чтобы на равных бороться с сильными шведскими лошадьми. Субтитры сделал DimaTorzok